Город контрастов. Именно так мэр Сочи Анатолий Пахомов охарактеризовал свой город во время визита в Новосибирск. По его словам, если на побережье моря стоит плюсовая температура, то достаточно подняться на несколько километров горы, а там уже снег, и можно кататься на лыжах. Есть и вся необходимая инфраструктура, оставшаяся после прошедшей Олимпиады. И вообще, в Сочи ориентируются не на Турцию с Египтом, а на фешенебельные европейские курорты. Ну не надо нас сравнивать с Турцией, либо Таиландом. Просто это, ну, как вам сказать, совершенно разные уровни курорта. Мы европейский курорт, который сегодня, и я в самом начале говорил, мы всегда говорили, мы Кан, мы всегда брали пример там, или стремились к Каны, но Каны, потом Марбель, это Испания. Есть, ну, еще ряд курортов, в том числе, скажем, если брать больное водолечение, там Баден-Баден. Члены делегации уверяют, что сегодня в Сочи могут предложить отдых практически на любой кошелек, в том числе и для людей с невысокими доходами. Для них даже разработана специальная программа. Это доступная, действительно, программа по размещению, санаторно-курортному лечению и всевозможному времяпрепровождению в наших ведущих объектах размещения. Когда-то мы начали со стоимостью 750 рублей в сутки с человека, сейчас такая цена, психологическая отметка, 1350. Для того, чтобы сибиряки массово потянули в Сочи, необходимы групповые туры. Так можно сэкономить и на авиабилетах, которые сегодня зачастую стоят дороже самого отдыха, говорят члены сочинской делегации. Впрочем, в любом случае, невзирая на все групповые туры и дотации со стороны государства, недельная путевка в Сочи вряд ли обойдется дешевле 25-30 тысяч рублей. Дети до 6 лет отдыхают бесплатно, до 12 лет предусмотрены скидки. По цене, в общем-то, вполне сопоставимо с отдыхом в ряде азиатских стран. Но у Сочи есть немало преимуществ, уверены некоторые новосибирцы. Мэр Сочи Анатолий Пахомов во время своего пребывания в нашем городе часто упоминал Баден-Баден и некоторые другие европейские курорты, утверждая, что российский курорт по ряду позиций лучше этих всемирно известных мест отдыха. Более того, отдых в Сочи все более интересен иностранцам, поток которых растет. Правда, это связано не только с возможностями первоклассного отдыха, но еще и с падением курса рубля по отношению к мировым валютам, благодаря чему Россия превратилась в одну из дешевых стран мира. Оценят ли новосибирцы, как правило, получающие зарплату в рублях, преимущества отдыха в Сочи? Применять ли Египет с Таиландом на российский курорт покажет время.